Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня мы с вами будем делать спиртовые салфетки. Конечно же, для этого нам понадобится водка. Или если у вас есть спирт. Водку можно самую дешевую взять, 40%. Если есть спирт, можете и спирт взять. У меня его нет, к сожалению. Также нам понадобится любая чашка. И также салфетки. А салфетки, если у вас семья маленькая, то используйте маленькие салфетки. То есть так будет лучше. Закончилось, берете следующую. Закончилось, следующую. Мы салфеткой с вами делаем именно для того, чтобы руки ими протирать на улице. Я, например, протираю ребенку на улице. Когда он что-нибудь потрогает, я сразу протираю. Если вдруг он захочет эту руку облизать, например. То есть я всегда так делала. И также нам понадобятся вот такие вот наклеечки. Это у меня наклеечки из ленты. Также можете любого другого магазина взять. Их обычно дают на кассе при покупке определенной суммы какой-то. А я потом в конце расскажу, для чего они нам нужны. Вот. Если у вас есть салфетки, допустим, влажные, которые уже старые и высохли, их тоже можно использовать. Значит, что мы с вами делаем. Я взяла 6 штук. Буду сразу сделать 6 штук. Так, берем чашку. Она у меня пустая. Берем нашу водку. Пахнет? Пахнет водкой. Пахнет. Мы ее туда выливаем. Можно, конечно, еще раз добавить водой, если вы так хотите. Но я этого делать не буду, потому что у нас коронавирус ходит. Берем наши салфетки. Вот тут они отрываются. Они у меня упакованные. Можно, конечно, их перед этим промыть. Я иногда раньше, допустим, их промывала, потому что вот она. Здесь, наверное, какая-то пеночка, может быть, есть. Но можно не промывать, даже будет лучше. И мы их опускаем вот сюда. Вот. Чуть-чуть-чуть. Маловатся. Во! Вот. Вот так мы делаем. Вот пузырьки пошли. Все. Спирт туда заходит. Вот все. Наша водка туда зашла. Мы ее немножечко оставляем. Вот так вот, в таком положении. Чтобы она проникла у нас в каждую салфеточку. Вот. Тем временем, пока та отдыхает, мы с вами берем следующую. Вот она. Опа! Она тоже влажненькая. Можно прям открыть просто салфетку и в нее залить, например. Эту водку. Вот. Тоже так нажимаем. Хоп туда. Да, прям водка пахнет так вообще. Вот. Тоже закрываем. Вот. Остается, смотрите, уже меньше. Так. Берем третью. Точно так же с ней поступаем. Заливаем туда. Опа! Ой, какой запах, блин. Вот. Тоже. Ну, так вот их оставляем на какое-то время, чтобы они у нас... Чтобы наш спирт, наша водка проникли в каждую салфеточку. Вот. Так можно оставить на 5, на 10, на 15 минут. Вот. И потом я покажу, что мы будем делать дальше с вами. Вот у нас с вами прошло где-то 5 минут. И смотрите. Мы их открываем и чуть-чуть выжимаем. Обычно вот тут, вот тут у них пусто место, вот здесь пусто. Вот они берем. И вот она чуть-чуть потекла. Чуть-чуть. Сильно выжимать не надо. Она должна у вас остаться мокрая. Она в таком состоянии пролежит гораздо больше, дольше. Останется мокрой, чем могла бы быть. Вот. Ну, вроде так вот нормально. Ладно. Вот. Все. Одна пачка у нас с вами готова. Берем также следующую. Два. Вот они, смотрите. Вот тут по бокам мы зажимаем. Зажимаем вот с этой стороны, чтобы вода вышла. И потом посерединке. Опа. Все. Это все. Вот они наши три пачки спиртовых салфеток готовы. И вот та исходная жидкость, которая получилась уже вместе со спиртом и с наполнителем влажным, которым была в этих салфеточках. Вот. Вот такие вот салфеточки. Теперь нужно подождать, пока они высохнут. Так. Ну, вот смотрите. Наши верхушки уже сухие. И теперь наклейки, которые нам нужны. Чтобы теперь эти салфетки не перепутать или не потерять где-то, не перепутать с другими какими-то салфетками, мы с вами будем наклеить вот такие вот наклейки. Я думаю, они есть у всех. Или их можно взять даже иногда бесплатно на кассе, если их забывают там. И мы их клеим вот так. Если у нас вот тут где-то хвостик. Ну да, наверное, где-то здесь вот наклеили. Вот. Вот. Все. Это будет означать, что эта салфетка у меня спиртовая. То есть я ее беру на улицу, чтобы протирать ребенку руки. Вот. Потому что у меня таких салфеток много. И чтобы мне потом знать. Вот. Наши салфетки с вами готовы. Вы можете теперь их брать на улицу. Протирать себе руки, ребенку руки. А также вы можете протирать ими продукты. Использовать до дома. Дверные ручки. Там все, что захотите. Хоть полы моете. Ну, полы, конечно, не помоешь им. Вот. Этим методом, на самом деле, изобрела я его. И пользуюсь уже более 7-8 лет, наверное. Я помню, как муж летом мне покупает мороженку. Я сразу достаю такую салфеточку с наклеечкой. Знаю, что она у меня спиртовая. Достаю, протираю руки. Ем мороженку спокойно, руками. То есть все супер. Пока что еще они меня не подводили. Вот. И теперь этим рецептом я делюсь с вами. Я надеюсь, что у вас все получится. Вы сможете проспиртовать свои салфеточки. И будете ими пользоваться в дальнейшем. И даже после того, когда вирус у нас закончится. Потому что это очень классно. Вот такая вот маленькая салфеточка. В любую сумочку поместится. В любой карман поместится. 15 штук. То есть, ну, в принципе, здесь нормально. Даже когда мы ездим с мужем путешествовать, я всегда делаю таких очень много. И я не могу начать кушать, не помыв руки. Меня так воспитали. Я каждый раз сажусь, достаю эту салфетку спиртовую. Протираю вот так вот руки. Все. То есть у меня руки чистые, проспиртованные. И даже запах спирта, он довольно долго там сохраняется. И надеюсь, что убивает микробы. Вот. На сегодня это все. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь. Ставьте лайки обязательно. Пишите свои комментарии. Возможно, свои рецепты. Может, вы что-то как-то делаете по-другому. Обязательно мне напишите. Или, может быть, я сделала что-то не так. Но я думаю, я все сделала правильно. Раз мне этот рецепт помогает очень. И всем пока-пока.